Согласно исследованиям, проведенным в Казахской Академии Питания, треть населения страны страдает избыточной полнотой. И я, Лесеркова, уверена, что вы, так же, как и я, любите вкусно поесть и редко занимаетесь спортом. А красивую фигуру с сексуальными изгибами хотите без диеты спорта? Тогда программа «Бизнес энд вумен» для вас. История успеха Татьяны Митиной. Татьяна Митина – предприниматель, основательница сети центров коррекции фигуры и автор уникального метода, позволяющего локально уменьшить объемы в проблемных зонах с помощью обыкновенных человеческих рук. Впереди история успеха селф-мейд-женщины, любящей матери, прекрасной жены и успешной бизнес-вумен. Можно сказать про вас, что вы успешная женщина? Я думаю, что да. Так. Это иногда сложно сделать людям, которые страдают перфекционизмом, и всегда хочется вершин еще больших. Но в последнее время у меня такой период, когда я понимаю, что уже назвать точно себя успешным можно. То есть ваш бизнес он рентабельный? Более чем. Да. Не просто так, знаете, Татьяна, интервью с Татьяной появилось в журнале. Здесь вот интересная цифра. Написано, что сеанс в среднем у вас стоит 39 тысяч тенге. Да? У вас рабочие дни с понедельника по воскресенье 12 часов. Получается где-то 20 клиентов в день, да? Да, бывает и больше. То есть вы почти миллион в день зарабатываете? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Если говорить конкретно о методике, там бывают и двух, и трехчасовые сеансы. Бывают у нас и процедуры, которые длятся гораздо меньше, и большее количество людей за меньшую цену. Если говорить именно о силуэтике, то данная методика является эксклюзивной. И, соответственно, бизнес несет такое, так скажем, как паровоз, как Гагарин в космос первые такие успехи. 350 тысяч долларов вам понадобилось для запуска. Девушка смотрит телеканал Атамикен и думает, вот я тоже хочу, как Татьяна. Вот я тоже хочу запустить свое дело. Где взять столько денег? Если говорить о том, с чего мы начинали, во-первых, я не являюсь стартапером в таком изначальном формате, потому что у меня с плечами бизнес, семейный бизнес, связан с промышленным холодом. И, соответственно, были некие накопления возможностей приобрести это помещение как собственнику, сделать ремонт. Это первое вложение. Во-вторых, эти вложения были освоены в течение двух лет, так как я привезла сюда человека, который обучал мою команду. И с каждого сеанса я оплатила ему львиную долю, так скажем. И таким образом рассчитывалась за эту методику. То есть, несмотря на то, что это оказалось очень-очень ощутимо по деньгам, нам все-таки пришлось методику переделать, так как результаты, которые получали женщины до этого, так скажем, за рубежом, здесь казахстанские женщины, они не получали именно такого результата, который они ждали. И в итоге мы эту методику улучшили, дополнили и запатентовали. Пойдемте посмотрим вашу стройку. Вы же расширяетесь? Да, мы растем. Где что здесь будет? Уже есть план? Да, есть план по расширению. У нас будет здесь мой кабинет, здесь будет отдел продаж. Это вот там, сейчас покажем. Да, и там будет у нас кабинет. В дальнейшем еще раз планируем расширить площадь, расти и вширь, и ввысь. Хотите город захватить? Нет, на самом деле хочу, чтобы каждая женщина здесь смогла найти то, что ей по душе. И что касается коррекции тела, релакса, отдыха. В общем, планы грандиозные. Помещения нужно много, и мы степ-бай-степ идем к этому сейчас. Татьяна сейчас покажет свои владения. Спасибо. А что здесь будет? Здесь будет кабинет продаж? Да, здесь будет отдел продаж и небольшой кабинет управляющая. За стеной будет мой кабинет. Идем дальше. Так, а там будет какой-то специальный кабинет. Здесь будет очередной кабинет. Так, 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 так. С душевой кабинкой. О, отлично. Кстати, после массажа это очень важно. Для обертывания здесь будет и для массажных процедур. А вот вы ответственности не боитесь? Нет. То есть вам все по плечу? Я больше переживаю за свое внутреннее состояние. Нервозность сейчас? Нет, потому что у меня должен быть ресурс. Ресурс для того, чтобы дальше расширяться, для того, чтобы взаимодействовать со своим коллективом в таком масштабе, со своими клиентами. Когда думаешь про масштаб, конечно же, нужно думать о том, насколько ты готов внутренне к потоку денег определенному. Я готова к потоку денег. Ну, я не знаю, вот 3 миллиона тенге в месяц достаточный поток, я думаю, для Ярковой. А вот вам сколько надо? Для меня есть, естественно, сумма, которую я хотела бы иметь как чистый доход, который позволил бы мне в дальнейшем свои планы реализовывать. Но здесь очень важно, когда бизнес растет, не путать деньги личные с бизнесом, потому что когда бизнес расширяется, это всегда большое вложение в административные, в текущие моменты расходные. Поэтому здесь чем больше ты растешь, ответственности больше, это несомненно. Но здесь и больше контроля нужно, и больше энергии для того, чтобы это все раскачать, для того, чтобы это все работало так, как тебе это нужно. И если у тебя перфекционизма много, то это сделать не все просто, и все так легко. Но быть готовым к этому нужно. Вы готовы к какой сумме? 20, 30, 40, 50, 60 миллионов. Остановитесь. 60 миллионов нормально в месяц? Ну, я думаю, что это реально. Какие качества помогли вам так взлететь? Ну, я думаю, что упертость. Упертость? И трудолюбие, да, как говорят. Я, если чего-то захочу по-настоящему, у меня это сначала детально в голове возникает, а потом это реализуется обязательно, если я этого хочу. Так что, девочки, если вы чего-то хотите, дерзайте. Потому что в любом случае, даже если вы что-то потеряете, не получится, это будет ваш опыт, это будет точка роста. А любое падение – это сгусток энергии, который чем ниже падение, тем потом будет больше взлет вверх. То есть вы падать не боитесь? Да, уже падала, и продолжаю иногда падать в каких-то моментах. Ну, а без этого никак. Как будешь расти, если не будешь спотыкаться о каких-то сложностях? В любом случае. Вы все увидели, вы были первыми, кто увидел эту территорию. Татья, а на сколько раз в неделю вы занимаетесь фитнесом? Я стараюсь заниматься 2-3 раза в неделю. В период, когда я хочу прийти в форму, я еще делаю ежедневное кардио дома. Так. Вообще, самое классное – это начинать день с медитации и кардио. Во-первых, это и физическая такая подготовка. Настрой потом такой спортивный. Да, и наполнение энергии. И, как заметили многие, спортсмены очень красивые. Это действительно отражается и на внешности. Когда я сделаю кардио, я лучше выгляжу. Татьяна, я зашла на вашу страничку. Митиналайв. И я увидела вас, где ваш вес 100 килограммов. Да. Это возможно? Это было. Это было когда? Каждую беременность я набирала очень много. И каждый раз у меня это был путь, который я преодолевала. Но благодаря этому я поняла рецепт получения фигуры за полгода, которой даже, возможно, еще у вас не было до родов. Да. Это правильное питание, подключение, хотя бы какое-то соблюдение. Второе, это еженевная кардио, физическая нагрузка. 10 тысяч шагов, это вот как раз про это. И третье, это массажные техники, которые помогают бороться с гормональным жиром, который закладывается перед полового соперевания, предопределяет твои будущие проблемные зоны. И, соответственно, то, что не работает диета и спорт, работает силуэтика. То, что не работает, как говорилось, на полное похудение, помогает именно диета и спорт. Татьяна, у вас сейчас горячая пора. Все девушки, женщины хотят к Новому году идеальную фигуру. Ажиотаж, да? Да, действительно. У нас есть сезонность в бизнесе, есть весна, когда все девушки расцветают, оголяются и, соответственно, приводят себя в порядок срочным образом. Есть лето, но летом, так скажем, уже с весны есть подготовка, поэтому все планомерно. Но перед Новым годом всегда повышается спрос, и женщины начинают поспешно искать возможность сделать свою фигуру более стройной, садятся на диеты, чтобы потом в новогоднюю ночь оторваться. Да, это точно. И съесть все салаты. Да. Это вообще возможно за неделю привести себя в порядок? Вы знаете, у нас бывают такие случаи, когда к нам приходят, прибегают клиентки, которые буквально через неделю, иногда через три дня летят в отпуск. У нас есть ряд таких процедур, которые очень быстро помогают избавиться от отечности, помогают подсобрать фигуру. Но если говорить о том, чтобы работать над конкретно проблемными зонами, которые у женщины годами, которые и жир копился, как говорится, годами, то здесь необходим период минимум шесть месяцев. То есть наоборот нужно, как говорится, готовить сани летом. Сани летом, да. И фигуры нужно готовить хотя бы, начинать осенью, чтобы вот в Новый год уже быть без галифея, без животика, без боков. Вот то, о чём и хотят, и мечтают многие женщины. Поэтому уход за собой должен быть образом жизни для женщины. Тем более, что женщина, она, когда плохо выглядит... Она плохо себя чувствует. Она плохо себя чувствует. Она ничего не может, она не заряжена, ей ничего не хочется, ей всё надоело, мужи раздражают, всё бесит, дети в том числе. И, в общем, женщина просто несёт негатив. Через тело женщина заземляется, женщина наполняется. Когда она становится конфеткой, даже немножко, может быть, какие-то есть нюансы, которые ещё есть, она заряжается той энергией, когда ей хочется творить, созидать, строить бизнес. Поэтому я, в том числе, отношусь вот к тем же женщинам, которые точно так же приводят себя в порядок. Да, мы всегда в порядке. В фотосессии. Ну, если честно, я живёт человек. Да. Естественно, у меня тоже бывает такое, что я могу позволить что-то себе. А какой у вас вес сейчас, если не секрет? 63 килограмма. При росте? Метр 73. Так, у меня 67, при росте 167. Так, вы выиграли. А вообще женская дружба существует? Либо когда ты бизнес-вумен, работаешь 24 на 7 почти, то нет времени на дружбу? Я знаю женщин, которые пожертвовали этой сферой жизни. Так. Ну, я уважаю их выбор. Однако, в моём случае, слава богу, у меня есть близкие подруги, их немного. Кому я могу открыться, с кем могу поделиться. И для меня важно, чтобы это были люди, которые помогают мне расти. То есть, очень жаль тратить своё время на общение с теми, с кем ты просто говоришь ни о чём. Пустые разговоры? Да. Меня это раздражает, если честно. Я даже начинаю чувствовать своё какое-то отсутствие энергии, демотивацию. Вот. И вот такого общества я стараюсь избегать. Ну, некоторые девочки, которым, наверное, нечем заняться, они обсуждают, вот у той-то новая сумочка такая, это новое платье, а вот мы поедем там куда-то отдыхать. Ну, это пустые разговоры. Не всегда про сумочки это пустые разговоры. То есть, про сумочки Татьяна Митина может пообщаться? Конечно. Да, это классно, когда ты вообще говоришь про то, что тебе там помогло, что-то там где-то ты купила. Это классно, это же женская дружба. Она такая. Просто иногда это может переходить в какие-то многочасовые разговоры ни о чём. И одно и то же, тогда я очень остро чувствую, что я теряю время. Я вообще очень тороплюсь жить. У меня такой характер, я хочу всё сразу и круто, чтобы было, понимаете? Вот мне кажется, Татьяне очень завидуют женщины. Во-первых, она красивая. Во-вторых, она успешная, умеет зарабатывать деньги. И в-третьих, у неё есть семья, любящий, любимый муж и трое детей. Да? Вот задавал вам этот вопрос. Как вы относитесь к зависти? Ну, завидуют же. Очень долго я об этом вообще не думала. И, честно говоря, для меня, ну, я занималась всегда собой. Мне некогда смотреть на других людей. И зависть, наверное, мне тоже присуща в какой-то степени, когда я смотрю на чей-то успех. Но это больше, знаете, такое раззадоривание, когда ты, ага, как она классно, что же мне придумать такого, чтобы у меня было так же. Но именно, что это близкий круг, мне всегда не хочется об этом думать. Однако я слышу такие фразы про свой блог. Таня, к тебе зайдёшь? Живот в кубиках, трое детей, муж. Короче, ты прям бесишь. Многие списывают на то, что я куда-то слетала, что-то с ним сделала. Не может быть из-за ручного массажа такого. Я не говорю, что это из-за ручного массажа. Я говорю, что это всё в совокупности, в комплексе это. И питание, и спорт, и силуэтика. То же самое, допустим, говорят, что, Таня, да ты бы столько всего не смогла, если бы не твой муж. У меня очень любит эту тему мужа. Живот показывай красиво. Мужа моего. Я считаю, что муж, естественно, играет большую роль. Это действительно моя поддержка, очень весомая. Но в конце концов, муж это и отражение женщины. И чтобы что-то женщина вообще хотела и могла сделать, она должна быть в ресурсе. И вот за это я благодарна своему мужу. Потому что я не сливаю энергию на скандалы, на то, чтобы там что-то, как решить вопрос, кто заберёт ребёнка, там что-то как-то. Он многое на себя берёт, и это помогает мне. То есть действительно важно, когда женщина начинает бизнес, важна поддержка. Важна поддержка хотя бы вот в том понимании, что ей нужно самореализовываться. А если бы не было мужа, было бы трое детей, ну, например, фу-фу-фу-фу, были бы вы в разводе, смогли бы открыть центр? Я думаю, что обязательно бы открыла. Вы знаете, кто ищет, да, тот ищет, тот находит, а кто не хочет, он находит причины того, чтобы этого не сделать. Я уверена, что ту сферу, в которой я действительно могу самореализоваться, где я чувствую, как я могу помочь женщинам, как я смогу заработать. У меня очень хорошая в этом смысле интуиция и очень чёткое понимание того, что хотят мои клиенты. Поэтому здесь с мужем, без мужа я в любом случае пришла бы в сферу бьюти, потому что она мне очень близка. И в любом случае это было бы что-то такое, что меня бы саму воодушевляло. Естественно, и возможно, это было бы медленнее, это было бы, может быть, сложнее для меня психологически, морально. Но я в любом случае это бы сделала. Потому что очень важно свой стержень чувствовать женщине, что она и без мужа самодостаточна. Вот говорят, найти отношения, нужно, чтобы женщина была самодостаточна. То же самое в бизнесе, абсолютно. Это тоже те же самые отношения, но с коллективом, с сотрудниками. Поэтому ты строишь отношения с мужем, ты строишь отношения с людьми в бизнесе. Это, по сути, всё равно твои ресурсы, реализованные вовне. И если у тебя нет этого ресурса, если ты не самодостаточный, приступляешься за какие-то условности, у мужа нет денег, я сама занята с детьми, у меня там ещё что-то, ты не ищешь возможностей, как это хоть как-то начать реализовывать уже сейчас в тех условиях, соответственно, тут только к тебе самому и вопрос. Евгений, каково это, когда ваша жена бизнесвумен? Замечательно, когда твоя любимая женщина самореализуется не только в семье, в домашнем хозяйстве, но и в любимом деле. Но есть и некие отрицательные моменты, это меньше уделяется время семье, потому что тот же бизнес, это четвёртый ребёнок, и Татьяна именно так к этому относится. Живёт всей душой этим бизнесом и уделяет внимание не меньше, чем детям. А вы даёте Татьяне советы? Стараюсь не давать именно советы, а как бы рекомендации, на которые она может отреагировать, отреагировать, может не отреагировать, взять в работу, либо не взять в работу, но это ни в коем случае не советы. А вот рекомендации для девушек, для женщин, которые решили заняться бизнесом? Да. Самое главное, наверное, рекомендация для женского бизнеса, это чтобы он был по душе, потому что он даёт тогда энергию, он интересен и никогда не надоест. Дорогие девушки и женщины, в новом году хочу пожелать вам огромного счастья, внутренней гармонии и процветания. Не забывайте заботиться о себе, обязательно саморазвивайтесь и стремитесь к финансовой независимости. В современной жизни это очень важно, чтобы женщина чувствовала свою уверенность и самореализовывалась. Самая очевидная цель на новогодние праздники для нас, женщин, это поразить всех в своей ослепительной фигуре. Но, как утверждают специалисты, жёсткие диеты и голодание – это не панацея. Поэтому давайте следовать совету Татьяны Митиной и думать о себе и собственном теле постоянно. Меня зовут Люся Веркова. Оставайтесь на телеканале, от имитив бизнеса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова